Система Махалябай активно продолжает внедряться в практику коммерческих банков республики. Напомним, что ее суть заключается в работе на местах. Так, Банк Ипак Юли не стал исключением. Специально созданная рабочая группа банка совместно с Хакимом Юнусабадского района, а также руководителем второго сектора, выяснили чаяние жителей Махалей Юнусабадского района. Результатом проделанного стала помощь нуждающимся семьям, лицам с инвалидностью и, разумеется, оказанная поддержка людям, пожелавшим заняться предпринимательством. Свидетелем этих добрых дел смогла стать и наша съемочная группа. На основании программы по инициативе президента Махалям оказывается большая помощь. В нашей Махале независимость Узбекистана проживает 5072 человека, в том числе 1812 женщин. Ипак Юли создал рабочую группу во главе с Исламом Равшановым, которая изучила социальное положение семей в нашей Махале. В Махале 30 женщин включены в женскую тетрадь. Восемь из них получили помощь со стороны Ипак Юля Банка, и теперь они выведены из списков этой тетради. Из пяти молодых людей Махали, включенных в молодежную тетрадь, двоих устроили на учебу, троих на работу. При поддержке Ипак Юля Банка организованы швейные ателье, а также приобретены столы для настольного тенниса, инвентарь для игр в шахматы и шашки. Так началось посещение Махали, Узбекистон, Мустакелеге. Далее мы отправились к жительнице этой же Махали, Ферузи Иргашевой. Ее желание начать швейное дело команда банка Ипак Юля узнала еще на предварительных встречах с жителями района. Я давно уже думала над тем, как заняться швейным делом и развивать его. Сотрудники банка Ипак Юли предоставили мне швейную машинку. Я очень рада и признательна им за это. Даст Бог, буду развивать швейное дело и создам рабочие места. Такой же подарок смогла получить и Арафат Шаджураева, жительница улицы Ахмада Даниша. Подобное внимание к себе и своей семье оказалось очень неожиданным для нее и растрогла Арафат до слез. Хотим выразить огромную благодарность Махале и Ипак Юля банку. Я Шия Портниха и поэтому мне выделили швейную машинку. Теперь у нас есть работа, мы сможем помогать своим семьям. Презенты передали, на новые достижения вдохновили. Однако в Махале были и те семьи, которым была необходима помощь другого рода, например, продуктами. Их также не оставили без внимания. В частности, адресно были посещены пожилые люди, нуждающиеся в лекарствах и лица с инвалидностью. К примеру, 71-летнему Владимиру Абрукову приобрели и доставили кресло-каталку. Хорошее, большое спасибо всем. От всей души желаю всего. Самое главное, он доволен. Вот что надо. Десять лет лежит. Все, теперь это ему. Спасибо вам. Ладно, удачи. Однако и на этом еще не все. Нам также удалось посетить и новый продуктовый магазинчик Махали, который его молодой владелице удалось открыть при помощи выделенного кредита банком Ипак Юле. Я была включена в молодежную тетрадь. Рабочая группа Ипак Юле Банка выделила мне кредит в 25 миллионов суммов для занятия предпринимательством. Подводя итоги, дополним, что в рамках проводимой работы в Юнусабадском районе всего было изучено положение дел жителей 41 200 квартир и более тысячи субъектов предпринимательства. В результате предоставлены вакансии для 237 людей, включенных в женскую тетрадь, молодежную тетрадь и железную тетрадь. 46 граждан были направлены на профессиональное обучение. 76 гражданам выделены льготные кредиты в размере 2,3 миллиардов суммов. На развитие собственного дела 79 субъектам предпринимательства выделены 135,6 миллиардов суммов кредитных средств. Таков результат плодотворной деятельности. Работа по системе Махаля-Бай при участии Хакима Юнусабадского района, руководителей четырех секторов, а также коммерческих банков продолжается.